Добрый день дорогие мои зрители и подписчики! Сегодня будем выпекать ореховую косу. Очень вкусная выпечка, надеюсь всем понравится, потому что прекрасное сочетание, вкусное тесто, ореховая начинка, так что советую приготовить. А спонсор сегодняшнего видео, компания Народный продукт, которая изготавливает пищевые боксы. Давайте приступим к приготовлению. Вот такие боксы пищевые предоставила мне компания Народный продукт. Компания находится в городе Днепре, Днепропетровск раньше. Все очень симпатичные емкости это наборы боксов. Вот, например, желтый набор. Это набор из трех емкостей написано. Боксы для пищевых продуктов на 3 литра, 1,6 и 0,85 литров. Все они вот такие с крышками и закрываются такими ручками. Все очень удобно. Боксы все эти пищевые изготовлены из очень качественных материалов и прочных. Они подходят для разогрева в микроволновке. Вот заморозили что-то. Замораживать можно в них. Хранить в холодильнике, естественно. Помыть просто теплой водой с моющим каким или в машинке посудомоечной. Не требует, короче, сложного ухода. Не впитывают в себя запах. И также в холодильнике будете хранить. Прикрыли крышечкой. Любой продукт запаха в холодильнике не будет. Такие наборы там есть. Дальше. Миски. Три миски. Вот это на 3 литра очень хорошие. Видите такие. Есть у меня. Когда-то покупала мягкие. Это довольно такие тверденькие. Вот тоже. Мисочки. Дальше. Вот такие круглые емкости. Маленькая и кончается литровой. Вот написано Meobit. Мы как ходим на пляж и всегда берем что-то кушать, то очень хорошо такой бокс иметь. Крышка отвинчивается здесь. Положил еду. Завинтил. И все. Ничего не выльется. И оно невесомое. Также вот 4 бокса здесь по 250 миллилитров для специй. Тоже очень хорошо. Так. Рассмотрели мы все это. Будем готовить. Понадобится 250 грамм муки. И отсюда сразу я возьму. Так как у меня тоже мука хранится в ведерке таком. Неудобно. А тут она вот бокс. Культурно поставил на стол. Возьму 250 грамм муки. 150 грамм творога. Нежирный. Можно брать. Даже приветствуется 150 грамм. Для начинки 150 грамм орехов грецких. Так как для теста нужен творог, то мне его прежде всего нужно измельчить. Потому что у меня очень плотный такой творог. Измельчу я его в блендере. Тесто буду делать миксером. Одно яйцо выкладываем. Творог, который уже у нас стал эластичный. Сахар 75 грамм. Соль и щепотка. 6 столовых ложек масла растительного рафинированного без запаха. Взбиваем миксером. Масса стала видеть и однородной. Для теста необходимо 250 грамм муки. Вот я мисочку сразу отвешиваю. Сюда сразу я всыпаю разрыхлитель. 2 чайные ложки. Перемешиваю все. Половину муки сразу просеиваю к творогу. Тесто перемешиваем до однородной массы. Тесто стало однородным таким. Добавляем остальную муку. Перемешиваю. Тесто выкладываю в миску. Муки у меня немного осталось. Домешиваю. Оно готово. Соберу в один комок. Тесто хорошее, очень эластичное. Тесту необходимо отлежаться минут 15-10 в холодильнике. Кладу в бокс пищевой. И в холодильник все очень удобно. Делаем ореховую начинку. Орехи я подсушила немного. 50 грамм сливочного масла добавляем. 50 грамм сахара. Измельчаем блендером. С погружным блендером плохая идея. Сделаю нормальным. Так что не сделайте моей ошибки. Такой блендер без трудов на раз-два сделает начинку. А погружным у меня ничего не вышло. Начинка вот такой, видите, имеет вид. Но вкусная необычайно. Прошло 10 минут. Тесто отлежалось уже. Подпыляю. Тесто делю на две равные части. Одна часть пусть пока полежит. Прикроем, чтобы не подсыхало. А из этой части делаем прямоугольник такой, чтобы длина пирога была. Сантиметров 45, ширина на 20. Раскатала вот я тесто. Укладываю половину начинки. Распределяю по поверхности. Распределила начинку. Сворачиваю в рулет теперь. Аккуратненько. Хорошо сворачивается тесто в рулет, видите. Так, теперь мне надо пополам разрезать. Видно, режу пополам. Поворачиваем начинкой вот так вверх и сплетем косу. Аккуратненько перекладываем. Все здесь закрепляем концы. И вот такая коса получается. Тесто раскатываем и точно так же все проделываем. Поворачиваю начинкой вверх и сплетаю. И переношу на противень. Беру яйцо, развиваю. Все, косы смазаны. Отправляю в разогретую уже духовку 200 градусов на минут 25-30. Посмотрим, чтобы подрумянились. Пока будут выпекаться косы, мне надо упаковать вот это копченая грудинка, подчеревок, коптила. Ну, конечно, в мешочке совсем не эстетично. Переложу, конечно, я в бокс. Все, и будет хорошо. И запах не будет проникать в холодильник. И хранится будет хорошо здесь. Закрываю. Все. Запаха уже в холодильнике не будет копченого. На рынке купили малину. Продают в литровых баночках. Или с собой литровую баночку нести, пересыпать или обменять. Или же в кулечке помнется. Вот такой бокс. И на базар с ним можно на рынок пойти. И малина будет не помята, и отлично все до дома дойдет. И в холодильник положить. Вот. Одно на одно. Ничего не помнется, и запаха не будет. Ни от этого продукта, ни от этого. Вот так. Все пойдет. Вот еще купили сливы. Муж в такую тарелочку. Ну куда? Вот одну такую тарелку поставишь в холодильник, на полку. Наверх ничего не поместишь. Много места занимает. А так. Вот. Поместила сюда. Все. И в холодильник на что-то можно поставить. Или вот так. И все. И все прекрасно будет храниться. Эти боксы можно приобрести на сайте Народный Продукт. Ссылочку я оставлю под видео. Еще для моих подписчиков Народный Продукт дает скидку. 10%. Которую можно получить по промокоду СветланаЧернова10. Тоже будет под видео. Еще. Я когда-то делала видео. Зелень. Вот такую. Укроп, петрушку. Укладываю в баночку стеклянную. И закручивала крышкой. Ну естественно в таком боксе. Намного лучше хранить. Зелень видно. Все. Она хорошо кстати хранится и в баночке. И здесь будет тоже очень хорошо зелени. Все это поместится в холодильник. Косы готовы. Им только осталось остыть. Выпекались у меня. 40 минут. Моя духовка долгоиграющая. Косы остыли. Сделаем глазурь. Я на одну сделаю глазурь. Одна будет такая, а другая с глазурью. Беру 20 грамм пудры сахарной. И чайную ложку консервированный лимонный сок. Настоящий лимонный сок. Такой мутненький. Размешиваю. Вот получилась такая глазурь. Одну косу я полью глазурью. Осталось на разрезе посмотреть. Вот такая коса на разрезе. Теперь остается попробовать. Распадается даже так на слои. Что сказать? Очень вкусно. Начинка превосходная. Тесто творожное. Это не песочное жирное тесто. И не дрожжевое. А творожное. Вкусное творожное тесто. Эти косы очень вкусные. Можете полить глазурью. Можете без глазури. Глазурь кисло-сладкая. Очень вкусная. Только подчеркнет еще вкус этой косы. Так что готовьте. Готовится быстро и просто. Получается очень хороший результат. Вкусно. Так что готовьте со мной. Пользуйтесь моими рецептами. Нравятся видео ставьте лайки. Заходите на мой канал. Подписывайтесь. Удачи вам в кулинарии. И всего вам самого доброго. И до новых встреч.